Всем привет! Давно влоги у нас не выходили. Обновляли комнату у девочек. Сейчас занимаемся ремонтом в зале. Дел очень много, несмотря на то, что зима в деревне. У нас всегда дел хватает. Покажем, что сделали у девочек в комнате. Два года назад, получается, здесь раньше была кочегарка. Из кочегарки мы сделали здесь комнату. Она по площади небольшая, по ширине 2,80. Длина, не помню, где-нибудь тут подпишу. И мы, когда тут все ставили, буквально все по сантиметрам измеряли. Кровати здесь у нас были растущие. У Кати около окна стояло 2 метра. И буква Г, Дашина, мы ее уменьшали до 170, чтобы тут все вошло. И решили поменять кровати, потому что так будет больше как-то пространства. Плюс стеллажить с книгами у нас получилось здесь еще поставить. Получается, у девочек зеркально здесь шкафы. Это мы брали Икея. Еще производство было когда. Но мы, кстати, брали с рук. И частями мне чем нравилась Икея, что можно взять, допустим, что-то с рук, а что-то докупить. Вот антресоли мы уже покупали отдельно. В принципе, для одного ребенка достаточно здесь ящики, все на плечиках. И там мы складываем что-то такое, внесезонная одежда. Кровати заказали на озон. Можно было бы, конечно, самим взять, но Саша не любит работать с деревом. Заказали мы без покраски их. Рекомендовать продавца не буду, потому что качество не очень хорошее. Поддержка тоже. Потому что, получается, изначально мы заказывали выше кровати. И обещали нам сначала стойки дослать. Прислали нам кровати ниже, потом не дослали. Ну, в общем, мы не стали, решили так оставить. Пусть такой высоты нам, в принципе, хватило. Столы вошли. Что у нас у девочек тоже, получается, зеркально. Столы письменные. И у Кати еще из той же серии мы поуже брали. Для компьютера она занимается у нас с репетиторами по Zoom. Кровати красили мы сами акриловой краской. Я колеровала тем, что было. Тут вообще не такой цвет изначально планировался. Но тоже неплохо. У Даши здесь такой сиреневый цвет. Сверху, получается, светильники. Они у девочек специально по две подушки. Потому что они на кровать садятся днем. Почитать книжки, допустим. Время как-то провести. Или на планшете они в мультике могут смотреть. И чтобы у них было освещение. У каждой полочки удобное. Туда сверху можно какой-нибудь будильник поставить. Внутрь пижамка. И Катя здесь плела сама. Получается, вязала крестиком. А у Даши она вот эту сумочку делала, получается, на ткацком станке. Картину тоже Даша сама рисовала. Катя сейчас, кстати, лисенка рисует. А, освещение. Здесь мы Кате купили побольше. Светильник. У Даши есть покороче. Но тоже хотим прям подлиннее сделать. Стеллаж. Получается, стеллаж мы заказывали два стеллажа на Озон. И мы их разделили. Он с сегментами был, по-моему, по три сегмента. И у Кати тут у нас вошло, получается, ее и еще Дашин сегмент. Книги, кстати. Здесь, да, у Даши и кресло. Я думаю, сюда, может быть, у нас есть поинг-кресло. Сюда оно тоже войдет. Может быть, его поставим. Оно как-то поудобнее. У Даши здесь никак стеллаж большой не получалось. Потому что стоит корзина для мягких игрушек. Мы проведили ревизию. Большую часть, ну не большую часть, половину, может быть, чуть меньше, убрали. Даша согласилась. И вот тут, что осталось. Здесь у нас хранится. Здесь раньше у нас был дверной проход. И мы здесь организовали полочки. Тут разные для вышивания. Игры какие-то настольные, лего. В общем, все такое нужное для девочек. Книги спрашивали, что девочки у нас читают. Катя, расскажи любимую серию твою. Часадеи, да? Лунастры тоже понравились. В общем, подростковая фантастика. Дети леса ты еще не читала? Маленько. Немного. Понравились тебе? Ну, не так, как Часадеи, да? Псет, псет. Потом Пандемониум. Ты тоже, да, прочитала? Там нет продолжения. А, надо продолжения докупить. Зерцалия тоже Кате понравилась. Внизу вот буквально недавно Саша заказал полное собрание сочинений Лидии Чарской. Ну, мы начали, так как сейчас ремонт. Я начала одну книгу. Хочу и сама читать, и девочки, чтобы слушали. Даша еще неинтересно. Катя слушает. Даша, наверное, еще немного не доросла. Но будем читать вместе, в общем. Книжки. И еще хорошие у Даши, наверное, сейчас лежат. Лидерман. Все книги Лидерман. У тебя? Мы их все рекомендуем. Очень интересно. Мы с Сашей читали сами как-то вслух. Это вот это? По очереди. Дети уже когда спали, когда только заказали книги. И прям смеялись в голос. Хорошие книжки. У Даши где-то там. У нас... Вот. А, да, тоже. Ну, в общем, Лидерман любую книгу возьмете. Вот тут. Не пожалеете. А Даша сейчас читает фей. Начала буквально недавно читать книги. Вот еще. Вот. Да, у нас, по-моему, практически все книги ее произведений. А, ковер. У нас был ковер большой. И в зал смысла нет. Большой ковер. Потому что у нас там зал совмещенный с кухней. И в зоне кухни ковер не нужен. Мне легче просто там тряпкой протереть. Потому что там постоянно приходится пол протирать. И получается нам надо было небольшой. Около дивана. Мы его взяли. Отвезли на чистку в город. Не стали уж весны ждать. Разрезали сначала. Их два по отдельности постирали. И оверлоком специальным нашли в городе, где это делается. Обработали край. И все. У нас получается. Здесь девочкам тоже больше не нужен ковер. И вторую часть мы уберем в зал. Так проще. Я не люблю, когда ковры под мебелью. Чтобы легче было. Пропылесосил, его поднял. Тоже под ковром. Чтобы все было чисто. Чтобы я была уверена, что со всех сторон все чисто. И летом легче. Свернул небольшой ковер. Вынес. Помыл, просушил и обратно постелил. Это можно сделать самим. И не просить Сашу. Чтобы какую-то мебель там поднимать. Ну, так обновили. Мне кажется, как-то даже немного побольше стало места. И у девочек, что самое главное, книги под рукой. Тут книжный шкаф мы в зале освободили. Катя, как тебе твои ощущения? Ну, тебе чем нравится вот такое обновление? Кровать, местечко твое уютное. Кстати, про стул. Вот этот коленный стул, как тебе? Уже давно пользуемся. Нормально. Нормально? Не очень или нормально, хорошо? Нормально. Ну, тебе как больше нравится? На обычном? Пожелай. Мне кажется, хорошо, что есть смена. То есть, она ей надоело. Может, на такой стул сесть. Может, разгрузить спину. В основном, она за компьютером на нем сидит. У Даши растущий стул у нас от друг Кузя, фабрика, уже много лет. И еще за обеденным столом такой же стул, пока Варюшка на нем сидит. А, про палочников недавно спрашивали. Сейчас. Последние палочники улетели на радугу буквально недавно. Но у нас долго они. Два-три года. Ну, два точно. Два года точно, да, с лишним. А муравьи, по-моему, еще дольше у нас, да? Ну, три-четыре года, наверное. Муравьи еще живы. Пришла посылка из любимого Василька. Покажу в этот раз, что заказали. Катя у нас очень сильно выросла. И перебирали вещи недавно. Пижамы, ночнушки, все отдали Даше. И у Кати, получается, для сна одежды не осталось. Выбирала она сама в этот раз. И возраст такой у нее, рост 150. Уже детская линейка, там сложно что-то подобрать. Взрослая тоже не все подходит. Но мы смотрели, получается, из женской линейки. Я говорю, смотри, размер 40-42. Так как одежда для сна, если даже она немного будет свободной, это даже неплохо. Поэтому вот она выбрала 42-й размер был. Такие лисынки трикотажные. Ночнушка, в принципе, ее можно даже использовать как домашнее платье. У нее, лисынник она любит. У нее даже рюкзак с лисами тоже, получается, она сама выбирала. И пижамку, пижама с начосиком. В лагерь они ездят, там обязательно нужно что-то, какую-то теплую одежду для сна, потому что часто прохладная погода бывает. Тоже Катя выбирала сама, 42-й размер. Очень приятная внутри к телу с таким рисунком. И клетчатые штанишки тут комплект. У меня, кстати, материал очень похож. Тоже внутри мягкий начосик. Тоже у меня пижама. И также мы в любимом Васильке заказывали. Она у меня уже давно, наверное, года три. Но я теплой пижамой не так часто пользуюсь, потому что у нас дома практически всегда тепло. Заказала еще непромокаемый наматрасник. Он не шуршит. Это на односпальную кровать. По длине они все там 2 метра, насколько я помню, были. А по ширине можно было выбрать. Он прям как махровое полотенчико. И здесь получаются такие резиночки. У меня вообще все кровати с непромокаемыми наматрасниками, с такими махровыми. Потому что, во-первых, у нас маленький ребенок в доме. И на любую кровать можно залезть. Может она залезть, не доглядишь, и может испортить матрас. И, в принципе, даже если они маленькие дети, я считаю, очень удобно идти на матрасники, потому что они защищают матрас. Легче его постирать, чем потом очищать матрас. Поэтому нужная очень вещь. Мы, когда Милу взяли, кровати еще стояли, получается, не на чердаке, а такие, и Мила умудрялась Кате сделать лужу пару раз на кровать. И однозначно испортила бы матрас, если бы не такие на матраснике. Так, потом заказала... Я постоянно пользуюсь дома велосипедками. Эти мне очень понравились. Покажу поближе. У них они такие, как лапша с эластаном. И плотный материал, и высокая посадка. С футболками, майками дома очень удобно. Для себя заказала такие вельветовые брюки. Они на резиночке. Но прочитала с размером. Польстила, так сказать, себе. Это 44 размер. Мне надо похудеть килограмм на 5, чтобы они хорошо на мне сидели. Очень они мне понравились. Если к весне не похудею, отдам эти брюки Кате. Я думаю, Кате, они тоже неплохо сядут. И закажу 46 размера. Но я надеюсь, к весне все-таки постройнею. У меня в планах изначально к весне было убрать 3 килограмма. Вместо этого я за новогодние праздники, за каникулы, за зиму, так сказать, наоборот, прибавила 3 килограмма. И мне сейчас надо убрать килограмм 6. Девочки, давайте со мной стройнеем к весне. Так что надеюсь, что все-таки к весне я в эти брюки войду. Если нет, буду заказывать на размер больше. Вообще, по размерной сетке я смотрела по своим параметрам. Я должна была в них войти в этот 44 размер. Но, в общем, если вы между каким-то размером, у меня, допустим, 44-46, надо смотреть, мерить, то берите ближе к большему, чтобы уже точно вам как раз было. И заказала вот такую рубашку. Она с свободного покроя. Давно хотела клетчатую рубашку, прям поверх просто накидывать. Какой-то футболки, топик. Забыла про футболку. Футболка Валерия. Она есть как на Васильке, так сейчас и на Вайлдберрис. Василек выходит на Вайлдберрис, и там можно ее же заказать. Это я заказала для мамы, 50 размер. Ну, ее нужно даже мне примерить, как бы, как она свободная такая будет. Просто такая приятная хлопковая футболка. Оставлю ссылки и на Василек на сам сайт, и на Вайлдберрис, где можно заказать такие футболки, они тоже разных расцветок. Ассортимент у любимого Василька сейчас просто огромный. Как домашняя одежда, так и спортивные костюмы. Мне очень нравятся там костюмы толстые. Арктика, по-моему, они называются. Я и Саше заказывала себе, девчонкам девочки до сих пор носят. Зимой вот они ходили, такие цветные костюмы, очень теплые. Ну вот, длину мы подогнули, потому что все-таки ростовка-то на взрослого человека, а Катя сейчас 150 сантиметров. Ну, я думаю, можно обрезать или просто сметать, чтобы длина не мешала. Как тебе, Екатерина? Хорошо. Ну вот оно прям как платьишко смотрится. Его вообще можно как домашнее платье использовать. Хорошенькая. Катя, у тебя рюкзак дружит с твоей ночнушкой. Про сам ремонт еще не рассказала. Получается, здесь мы, когда переехали, прямо на полкомнаты стояла большая печка, обычная деревенская. Мы ее брали, поставили котел медленного горения. Какое-то время он здесь стоял. Потом мы утеплили леднюю кухню, и перетащили котел туда. И пол, так как здесь печки были, пол был в ужасном состоянии. Плюс комната небольшая. И мы решили не просто застелить поверх новый пол, а убирали полностью все, опускали. Пол получается вот на такое расстояние. Покажи, Катя. То есть пол был вот так вот вровень. Опускали. Саша делал лаги. Потом толстая фанера, сверху ОСП и линолеум. Здесь мы пока оставили так. Двери межкомнатные купили, но не поставили, потому что прихожая будет потом второй детской. И там тоже надо полностью все переделывать, в том числе и пол. Вот когда будем делать там ремонт, тут уже выровняем и поставим дверь. По поводу стены. Тут у нас ОСП. И мне очень понравился материал. Это стеклообои. Они крепкие. Ну такие. Их не порвешь просто так. И обновить очень легко. Получается за два года. Конечно, где-то что-то, тем более у девочек прямо около стен были кровати. Где-то что-то подшеркалось. Во-первых, можно влажной тряпкой протирать, особенно если краска хорошая. Я изначально резиновой краской красила. И где-то влажный, потом сухой протер и нормальный. Мы, так как тут все уже выносили, я стены с девочками влажную тряпку протерла, где сильно было уже грязно. И обновили просто краской. Я не помню, уже там, по-моему, до 20 раз можно красить эти обои. Мне кажется, с детьми вообще прекрасное решение. Особенно маленькие детки, когда могут там подковыривать эти бумажные обои. А тут очень легко это обновить. И красили вот белой краской. Сейчас в зале точно так же делаем. Ну, как бы базовая. Плюс тут очень много цветов. И я не вижу смысла какие-то яркие обои с рисунком делать. Потому что акценты можно делать там картинами, шторами, еще чем-то. Получается, батареи мы здесь не ставили. Саша, когда выравнивал стены, он трубы эти пластиковые, я не знаю, как правильно их называть. В общем, он пропустил, получается, вот это уличная у нас с улицы стена. И это. Там прям зигзагом идут вот эти пластиковые трубы в качестве как батареи. И у девочек здесь в комнате тепло. Здесь окно не мокнет. У нас спальня не мокнет. Хотя у нас вот такая обычная батарея под окном. А тут он, по-моему, прям вот здесь пропустил под подоконником. И здесь окно, подоконник сухой. Еще по розеткам я не показала. Может быть, просто кто-то не знает, что сейчас такие розетки продаются. У Кати и у Даши с двух сторон там с USB-портом сразу. Очень удобно. Розетка. В принципе, вот три розетки, три точки. Хватает. Кате сделали еще подсветку на книжный шкаф. Как раз здесь у нее розетка. И с пультом можно переключать. Цвета менять она хотела. А, и про потолок. Потолок Саша делал сам, натяжной. Начинали еще, пробовали с небольших площадей. В коридоре он первый делал. Потом в ванной. И вот здесь побольше. Намного проще. Очень хорошее освещение. И люстры вот эти без конца снимать. Все эти элементы мыть. Я даже уже не хочу как-то нигде. Люстры в зале тоже будем так же делать. Тут вот получается четыре точки. И достаточно. И за счет того, что потолки высокие, несмотря на то, что площадь комнаты небольшая, как-то неплохо выглядит. За счет того, что высокие потолки, комната не смотрится прям совсем маленько. Хотя площадь небольшая. И несмотря на то, что мы поставили кровать и чердаки, у них здесь достаточно места. Головами не упирается в потолок.